Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире. Борьба народа во имя достоинства и существования. Возможно, в определенных местах меньше выстрелов, но войска противника были сдвинуты и есть накопление Давид Бабаян. Манбидж во время армянского геноцида. Тайны деревни Гулалис в Ахалцхеп. Сирийцы, прошедшие обучение по восстановлению рукописей в Армении, будут применять эти навыки в своей стране. Более 20 тысяч человек вернулись домой в Алеппо. Борьба за достоинство и существование армянского народа Западной Армении пройдет через ее национальную реконструкцию, сформированную Советом Армян Западной Армении, который действует с 2005 года и объединяет потомков выживших жертв геноцида армян, в основном депортированных и разбросанных по всему миру. Борьба за достоинство и существование армянского народа Западной Армении пройдет через ее национальную реконструкцию, которая в настоящее время сформулирована государственным органом Западной Армении, которая имеет президента, правительство и избранный парламент. Борьба за достоинство и существование армянского народа Западной Армении пройдет через ее национальную реконструкцию, которая теперь сформирована со структурой, которая заставит всех армян Западной Армении стать гражданином государства Западной Армении, независимо от армянского государства с 19 января 1920 года на территории Западной Армении. Для ознакомления с полной версией статьи Лидии Маркусян можете зайти на официальный сайт телеканала Западной Армении. Пресс-секретарь президента республики Арцах Давид Бабаян, обращаясь к заявлению премьер-министра республики Армения Никола Пашиняна в беседе с ТЕРТ-ЭМ, сказал о том, что у нас есть нарушение режима прекращения огня, беспрецедентно низкий уровень за последние годы, сказал он, что в определенных местах меньше выстрелов, но было зафиксировано движение войск противника. «Количество выстрелов уменьшилось не потому, что противник изменил свое видение или подобрел, просто принимает во внимание некоторые тактические и стратегические обстоятельства. В целом он ужесточил свое видение и стал более агрессивным», отметил Давид Бабаян. Находящийся на севере Сирии Манбидж и сто лет назад был на повестке дня. Об этом пишет турецкий журналист Сердар Куруджун. Армянские беженцы во время геноцида скрывались именно в Манбидже. До войны в Сирии мало кто слышал об этом городе, но там проживает около 100 тысяч жителей, в основном арабы, курды, черкесы, туркмены и армяне. Оказывается, сто лет назад Манбидж являлся одним из краеугольных камней иммигрантов, переживших геноцид. 1 июля 1915 года выпускается приказ о депортации. Запрещается продавать недвижимость и все имущество, которое считается государственной собственностью. В пятницу 2 июля около тысячи человек отправляются в Арабкир. Чтобы добраться до Харберта, требуется три недели. Караван по дороге до Эргана или Модена становится свидетелем ужасных сцен. Были замечены сотни тел рассеянных по реке Тигр. Следующей остановкой была Урфа. Оттуда дорога была разделена на две части. 150 женщинам удается попасть в транзитный лагерь в Алеппо. Караван проходит через Манбидж. 5 июля только 12 из 100 женщин из деревни Гармри в нескольких километрах к западу от Чмешагица выжили. Они также снова попадают в Алеппо через Манбидж. Караваны из святилища Сваз также проходили через этот город. Манбидж также упоминается в свидетельствах спасенных во время геноцида армян. Есть подземные дороги под недавно построенной часовней деревни Гулалис в Ахалцкейском районе Самцхэ Джавахети, которые закрыты жителями деревни для обеспечения безопасности и где совершаются молитвы. Деревня Гулалис была одной из старейших в регионе Джавахети. По словам жителей деревни, Гулалис был одним из самых населенных деревень в Джавахке в средние века. Ярким примером этого является армянское кладбище XIII-XIV века, распространенное на северо-восточной части села. По некоторым данным, в 1830 году были эмиграции из Эрзрума в эту деревню. В результате землетрясения почти ничего не осталось от крепости, но подземные котлованы часовни соединяют жителей деревни с крепостью. В том же районе находилась деревенская церковь, которая не сохранилась. В церковном дворе есть бараны части крестообразных камней, которые были доставлены в недавно построенную часовню. Сирийские эксперты будут использовать навыки по восстановлению рукописей и документов в Армении для широкого использования и сохранения своих культурных ценностей. 26 июня сирийцы, прибывшие в Армению в рамках программы ЮНЕСКО, подготовленные персоналом Матена Дарана, заполнили и получили сертификаты. Это обучение было еще одним доказательством того, что культура не имеет национальности или границ. Обучение было очень интенсивным, были интересные вопросы и ответы, сказала Гайне Элязян, руководитель отдела реставрации в Матена Даране, добавив, что им удалось породниться. Гости хотели бы, чтобы курс обучения продолжался дольше. Директор Матена Дарана Вагантер Гевандзян заявил, что не в первый раз, когда в рамках программ ЮНЕСКО фиксируется довольно успешное сотрудничество. Обучение, которое началось 22 июня, было организовано в рамках программы ЮНЕСКО «Немедленная защита сирийского культурного наследия». После освобождения от боевиков более 20 тысяч человек вернулись в свой дом в юго-восточной части Алеппо. Об этом заявил местный шейх Абдулла Дандал. Семь лет назад люди, живущие здесь, были вынуждены покинуть свои дома, когда прибыли боевики. После освобождения района сирийское правительство готовится к восстановлению мирной жизни с помощью российских военных. Во-первых, местные власти рассмотрели все дороги, протянувшиеся между населенными пунктами. И там, где это необходимо, они их отремонтировали. Затем были организованы регулярные поставки продовольствия и были приведены в порядок электричество. Сейчас ведутся работы по восстановлению жилых домов. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню «Кан-Каравур-Энгер» в исполнении Ливона Эспириано. «Кан-Каравур-Энгер» «Кан-Каравур-Энгер» Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала «Западная Армения». Оставайтесь с миром!